Привет, с вами интернет-ресурс Мегаобзор.ком. У меня на столе новинка от компании Prestigio. Это телефон Grace XC. Продажа этого телефона стартует с текущего месяца. Этот телефон будет интересен в первую очередь своей стоимостью. Стоит он будет 8 990 рублей. За эту стоимость будет предлагать интересный набор характеристик и железо. Этот телефон будет продаваться эксклюзивно в магазинах Megafon, но здесь не будет привязки к этому оператору, то есть можно поставить будет симку любого оператора. Давайте познакомимся, чем же этот телефон нас заинтересовал. Оставляется он в традиционной упаковке из выполненной под карбон. Здесь фотография устройства, название модели. На обратной стороне подробные данные по техническим характеристикам. Объектация у него традиционная. Здесь есть все необходимое. Это, конечно же, кабель для зарядки microUSB. Наушники внутриканальные. Вот так вот они выглядят. Достаточно неплохо. Это зарядное устройство. Увесистая книжка. Инструкция. Градиный талон. И защитная наклейка на экран. То есть есть все необходимое. Даже продумал производительную наклейку. Обычно на такие телефоны, которые не флагманские и не раскрученные, найти какие-то аксессуары будет проблематично. Здесь же все это в комплекте есть. Единственное, чего не хватает, возможно, это чехла. Итак, производитель выбрал интересный цвет этого телефона. Это такой темно-синий цвет. И если сочетание еще добавится до софт-тача, получаем такое интересное матовое покрытие. То есть выглядит он интересно. И явно дороже своей стоимости. Это, во-первых, идет и сюда в свою вкладку. Это толщина 7 мм всего этого телефона. Это и материалы. Качественная сборка. Здесь никакого скрипа люфта деталей нет. То есть примерно это уровень телефона где-то вдвое большего бюджета. Если брать, например, компанию Lenovo. Если вот так вот сравнивать. Вот так он выглядит. Итак, на задней крышке красуется у нас логотип производителя хромированный. Здесь глазок камеры, светодиодная вспышка. Сверху аудиоразъем и микрофон жумоподавления. Снизу microUSB и основной микрофон. Здесь, что немаловажно, остался у нас съемный и разборный корпус. Мы сейчас посмотрим, что здесь у нас скрывается. Обычно телефоны тонкие. Идут, к сожалению, без разборного корпуса. Чем это плохо? Потому что тем, что в последующем, где-то примерно, например, через год, возникнет проблема, когда у нас деградирует емкость аккумулятора. Ну или вообще в целом через лотки приходится иметь доступ к сим-картам и к микроезде. Здесь же все это есть. Вот здесь у нас два отсека для сим-карт. Отдельный отсек для карты памяти. Аккумулятор не обслужимый. Вот он так вот выглядит. Я думаю, что если при необходимости его заменить, все-таки можно будет. Вот решетка динамика у нас идет на всю длину корпуса. То есть здесь мы видим. А сам динамик находится вот только в одной такой части. Он не будет перекрываться при размещении в руке при обычном расположении. То есть он находится у нас сбоку. И качество звучания не теряется. Экран здесь, лицевая сторона, у нас защищена стеклом дрэга. Это стекло менее раскручено, чем горело. Но при этом тоже защищает нас от царапин и защищает от механических повреждений. По начинке. Здесь у нас восьмиядерная система от компании Mediatek. Это чип 6592. От крышки этого чипа скрывается 8 ядер Cortex-A7. Работают они на частоте 1700 МГц. И графика здесь Mali 450. Не самая хорошая графика, но этот телефон вполне справляется со всеми играми. Возможно, какие-то мощные игры типа Real Racing будут работать не на максимальных настройках. Но поиграть комфортно в эти игры все-таки можно. Но при этом стоит учитывать, что телефон стоит всего 9000 рублей. И, конечно же, он отличается заметно, например, от топовых телефонов раскрученных брендов. Итак, здесь у нас 5-дюймовый экран. Это HD-экран. Здесь он уйдет у нас без воздушной прослойки. И экран на самом деле хороший. Мне понравилась цветопередача. Она близка к естественной по ощущениям. Хороший запас максимальной яркости. Можно с телефоном работать под прямыми солнечными лучами. Но, конечно, это все условно. То есть, под прямыми солнечными лучами все-таки максимально сможет раскрыть у нас только E-Link. Вот здесь вот так вот. Но при этом экран мне понравился. Хороший цветопередача. Картинка сочная. Пикселизации не наблюдается. Давайте посмотрим на данные синтетических тестов. Я проведу тест на Dota Benchmark. Все эти данные, конечно же, вы можете посмотреть по ссылке подробнее. Там все это подробно написано. И пока запускается, я расскажу. 33 тысячи вот у нас здесь выдает он. Тоже, мне кажется, весьма неплохой результат. Итак, пока это всего на 1700 мАч. Это плата за компактный и тонкий корпус. Также здесь 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт для хранения данных. Тоже весьма неплохо для этого ценового уровня. Обычно экономит и все идет вдвое меньшего объема. Особое внимание я хотел уделить камере. Здесь установлена 13-мегапиксельная основная камера. Это камера от Toshiba. Чаще всего в наших тестах бывают камеры от Sony. Или менее известные матрицы. Здесь же вот такая вот Toshiba камера. Выдает она хорошие снимки. И из интересного. Фронтальная камера здесь 5 мегапикселей. То есть, любители сэфи, я думаю, будут довольны. На текущий момент на борту у нас установлена операционная система Android 4.4.2. В будущем обещают ее обновить до Android 5.0. То есть, обновление должно выйти, я думаю, что уже летом текущего года. Будем в это верить. Система чистая практически. Здесь установлены дополнительные программы самой Престижи. Есть программа Office Suite для работы с офисными документами. Есть программа для облачного хранилища. 200 гигабайт предоставляется владельцам этого телефона. То есть, тоже весьма неплохо. Пользоваться, конечно, этим не обязательно. И что мне понравилось, при первом запуске программа предлагает выбрать дополнительный софт, который можно установить. Это партнерские программы, игры там от Mail.ru. И все-все-все такое. Мессенджеры. И то есть, если вам это не нужно, вы можете без проблем все это удалить. И даже не ставить при первом запуске. Телефон Prestigio Grace X7 нам понравился. За эту стоимость мы получаем шикарный набор характеристик. Здесь есть все необходимое, что нужно от смартфона. Это и 13-мегапиксельная камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера, 5-дюймовый экран, 8-ядерная система, 2 гигабайта оперативки, 16 гигабайт для хранения данных, поддержка двух сим-карт. То есть, все это у нас есть. Естественно, IPS-экран без воздушной прослойки. Prestigio Grace X7 получает награду золото в редакции Megazor.com Вас благодарю за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока. Продолжение следует...